Особое мнение на 101FM Мы с Алексеем начнем с такой громкой темы В очередной раз Киров прославился на федеральном уровне Потому что историю с заочным голосованием кировских законодателей По поправкам в Конституцию раскритиковали аж в Государственной Думе Непорядок сказали Напомним нашим слушателям На последнем заседании Законодательного Собрания Наши депутаты утвердили для себя возможность Голосовать по важным вопросам федерального порядка Заочно, не присутствуя на заседании по электронной почте Еще какими-то механизмами Объясняется это тем, что подобные голосования могут случиться внезапно Люди в это время могут быть в отъезде Ну и в укор инициатору этого законопроекта Юрию Балыбердину Ставят его фразу по поводу того, что человек, которому нужно голосовать Может в этот момент отдыхать на Канарах или во Вьетнаме Дескать, чем занимаются наши законодатели Вместо того, чтобы прямыми своими обязанностями заниматься Вот эта история, она будет какие-то последствия иметь? То есть, я не знаю, принятый закон отменят Там Юрия Балыбердина как-то накажут Или там, не знаю, порицать его будут Депутаты наплюют все-таки на возможность дистанционного голосования И будут теперь лично присутствовать Или это вот незаметно пройдет? Вы знаете, я еще тогда, как только обозначалась эта инициатива Выступал категорически против этого предложения Почему? Потому что я считаю, что депутат областного ЗАГС Собрания Это человек, который не может пропустить столь важное для него обсуждение Как внесение поправок в Конституцию И когда нам говорят о том, что по важным законопроектам По важным законодательным инициативам Можно будет голосовать удаленно через WhatsApp, Telegram, электронную почту Я считаю, что это настолько неинтересное предложение в современной действительности Что можно бы даже посмеяться над этим Но это не смешно А почему неинтересно? И как раз ведь современные средства связи, наоборот, интересно Я вам хочу сказать следующее Что депутат это тот человек, который обязан принимать участие в дискуссии Между депутатами, между представителями общественности Дискутировать в СМИ Обозначать публично свою точку зрения Когда депутат, как мы с вами сейчас можем предположить Лежа на диване где-нибудь во Вьетнаме Или на Канарах Может отправить чуть ли не СМС И дать свое согласие на внесение поправок в Конституцию Это основной закон нашей страны И думать, что он выполняет свой депутатский долг Я думаю, что это некрасиво, неправильно по отношению к избирателям 45 тысяч избирателей, которые выбрали этого человека Представлять свои интересы законодательному органе Они просто испытывают моральное оскорбление после такой инициативы Но как можно доверить свой голос депутатам, которые не хочут участвовать в публичной дискуссии И придумывают всякие оправдания для того, чтобы как-то заочно голосовать Это первое А вы, Алексей, уверены вообще, что дискуссия-то это есть? Конечно, есть То, что она должна быть, мы предполагаем Депутаты это те, кто должен дискутировать И те, кто должны вести дискуссию Как дискутируют в стенах законодательного собрания Я прекрасно знаю И на фракциях происходит дискуссия И на комитетах есть дискуссия В принципе, обсуждение идет И по столь важным инициативам обсуждение просто должно идти, обязано идти Это первое Второе, несмотря на то, что Юрий Балыбердин это мой бывший декан факультета Я не соглашусь с его предположением, с его инициативой И, естественно, он впал в конву, скажем так, федерального тренда Когда заставляют законодательные органы подписывать такие законы Что в 11 регионах такое положение, кстати, существует Зарочное голосование И Кировская область, к сожалению или к счастью, не исключение Но, тем не менее, Юрий Балыбердин должен был взвесить вот эту инициативу Высказать ее ранее публично Обсудить ее публично И поняв, какая будет реакция со стороны общественности Со стороны оппозиции Ведь именно оппозиция выступает против этой инициативы И правильное дело Если и так оппозицию в стенах ЗАГС собрания не слушают И сейчас еще и будет заочное голосование Тогда кто вообще будет разговаривать с оппозицией? Кто будет слушать противоположную точку зрения? Вы думаете, все согласны с теми поправками, которые будут вноситься? Я думаю, нет Вы думаете, что законодательное собрание будет единогласно голосовать за эти поправки? Я думаю, что нет Поэтому здесь абсолютно камень в огород Юрия Балыбердина и в партию «Единая Россия», Которая такими законодательными инициативами пытается очередной раз ограничить оппозицию от возможного демарша То есть депутаты ЗАГС собрания от оппозиционных фракций могли просто не прийти на голосование Могли голосовать против И чтобы от этого дистанцироваться, максимально избежать таких неприятных ситуаций Чтобы и кворум в парламенте не собирался и так далее Придумали такую инициативу Мне кажется, это неправильно, некрасиво, прежде всего по отношению к избирателям Так, а что же теперь будет с законом с принятым? После того, как в Государственной Думе сказали, что а-та-та и нельзя так Ну, в Государственной Думе сказал об этом представитель, опять же, оппозиционной фракции Это справедливая Россия Поэтому я не уверен, что депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной Думе поддержат моего коллегу Емельянова Но, тем не менее, мне кажется, что закон этот обратной силы иметь не будет Все это так сойдет по-тихому Будут ссылаться на то, что в 11 регионах такая инициатива уже существует Она одобрена, она принята парламентами Поэтому все будет у нас, как обычно Инициатива принята, закон будет утвержден и рано или поздно о нем забудут Мы можем только предполагать, насколько большое количество депутатов будет точно присутствовать во время вынесения решения по вопросам конституции Будет кворум, не будет кворум Мы можем только предполагать в данном случае Хорошо, переходим к следующей теме Еще одна важная такая история Это история с выборами, с конкурсом на пост главы администрации И у нас, Алексей, в редакции есть ощущение такое странное, что как-то незаметно этот конкурс проходит То есть две недели прошло с момента объявления до этого конкурса официального Кандидатов потенциальных не видно, не слышно Никто не сообщает о том, сколько человек подали документы Есть ли они вообще, эти люди сейчас И почему вот это молчание нам непонятно То есть мы же хотим вроде бы показать горожанам, что огромное количество желающих занять этот ответственный пост Вот вы сейчас очень правильно говорились в самом начале предложения Что где у нас выборы главы администрации города Кирова У нас действительно на сегодняшний день нет никакого выбора у людей, у горожан, у кировчан Нет никакого выбора Кировчан нет, но есть конкурсная комиссия, которая будет выбирать Те, которые представляют интересы, пять человек представляют интересы губернатора И пять человек это депутаты городской думы Которые, кстати, между прочим, и те, и те должны в итоге-то представлять интересы горожан Но уж депутаты городской думы точно В итоге всего лишь пять человек Ну, напомню, не вся городская дума, а там опять человек В всей городской думе будет представлен только победителем Так вот, я убежден, я считаю, что в российской политической действительности Тенденция сейчас сохраняется такова, что органам местного самоуправления будет даваться больше полномочий и больше возможностей. У меня знакомые в Москве, которые компетентные знакомые, они говорят о том, что после внесения вот так называемых поправок в Конституцию, после так называемого всеобщего голосования по этим поправкам, вообще в России будет массово турбулентные политические сдвиги. И в том числе на фоне органов местного самоуправления. Я призываю наших депутатов Кировской и Городской Думы, пока еще не поздно и пока это в их полномочиях, и согласно положению Кировской и Городской Думы, я призываю остановить процесс так называемой конкурсной процедуры по выбору главы администрации города Кирова до момента утверждения, утверждения, внесения поправок в Конституцию и до начала вот этих политических притурбаций, которые будут в самом конце апреля, в начале мая. Я призываю наших депутатов взять тайм-аут по этой инициативе, по этой деятельности. Тем более все согласовательные процедуры, насколько я знаю, по всем кандидатам, которые предлагались, не пройдены. То есть сейчас такая подвешенная ситуация, что в принципе ИО Плехов может выполнять свои обязанности и до середины мая. Ничего в этом страшного не случится, он был уже главой администрации города Кирова, он может выполнять эти функции. Но именно вот это политическое решение о том, что конкурсная комиссия избирает среди потенциальных кандидатов главу администрации, эту процедуру можно остановить, приостановить, потому что у меня есть такая информация, что рано или поздно всеобщие выборы главы администрации, единого управленца в нашем городе будут и в Кирове. А рано или поздно это через сколько? Вот я говорю о том, что будут политические притурбации, и вот в том числе... То есть уже через пару месяцев мы можем... Такая информация витает в воздухе. И вот сейчас нужно воспользоваться этой ситуацией и не менять коней на переправе, а приостановить эту ситуацию, дождаться вот этих федеральных течений, которые будут происходить. И мне кажется, что это будет правильный подход. Мы устали от этого двоеглавия. Мы все прекрасно понимаем, что в Кирове вот это двоеглавие, двоецарствие, когда глава города выполняет одни функции, отвечает за одно, глава администрации выполняет другие функции, отвечает за другое. Но на самом деле ни тот, ни другой ни за что не отвечает. И когда я падаю на тротуаре, когда я падаю на тротуаре на этом гололеде, я должен вспоминать матерным словом одну фамилию. Двух человека. Я должен вспоминать одну фамилию. Материться я должен с одной фамилией. А здесь в данном случае, вот я шел к вам, я упал. Какую фамилию я должен вспоминать? Главы города или главы администрации? Вот точно так же и с точки зрения управленческого потенциала. У нас эти две должности разделены, но никто не несет персональную ответственность. Не за деятельность МУПов, не за деятельность управляющих компаний, не за содержание города, не за коммунальную инфраструктуру, не за законодательные инициативы. У нас есть как будто бы стратегическое разграничение. Все стратегические, политические вопросы – это глава города, все хозяйственно-административные – это глава администрации. Ну, разве это так? Вот скажите, разве это так? Ну, пример предыдущего главы города и людей, которые давали показания в судебных заседаниях, говорит нам, что вроде бы это не так. Мы с Алексеем Кузьминым вернемся к этому вопросу после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Я Алексею Кузьмину, нашему гостю, предпринимателю и депутату Кировской городской думы 5-го созыва в перерыве задала вопрос. Все-таки давайте конкретизируем, какие предпосылки и вообще как может измениться вот эта вот система структурно формирования городской муниципальной власти. То есть что это может быть? Почему сейчас надо приостановить конкурс на должность главы администрации, да, и что может случиться там после того, как будут утверждены поправки в Конституцию? Я убежден и уверен, что та система, которая сложилась в Кирове с 2007 года, если я не ошибаюсь, вот это двоеглавие, двоецарствие. После ухода Василия Киселева, по-моему, да? Та система, она показала свою неэффективность и некомпетентность, и это признают и политические эксперты, и управленческие эксперты, и так далее. В тех городах, в которых та система существовала, уже эти города отказались от этой системы. От двоевластия именно. Они работают по принципу одного окна. Один человек, одна ответственность, одно управление. Но выборности у нас до сих пор нет. Ну, то есть она есть в очень... Ну, у многих городов. У многих городов. Нет, семь всего. Ну, тем не менее. Семь городов Российской Федерации выбирают мэра напрямую. Это крупные города. И тем не менее, я считаю, что главой города, тем человеком, который несет свою персональную ответственность за управление городом, должен быть активный человек. И эта процедура должна напоминать выборы председателя ТСЖ, например. Ведь как у нас голосуют в доме за председателя ТСЖ? Он должен быть активным, компетентным, он должен бегать по кабинетам, как мы с вами говорим, решать вопросы, светиться на камеру и так далее, и так далее. То есть это человек, который выполняет активные управленческие функции. Кто у нас сегодня глава администрации был, по крайней мере. Ну, давайте мы вспомним предыдущих наших глав администрации. Один у нас был дорожник из города Ромастроя. Он раньше был мастером, техническим директором, потом директором долгое время города Ромастроя, потом стал заместителем главы администрации, потом главой администрации, потом неожиданно после главы администрации стал возглавлять и получил доли самой крупной строительной компании. У него появились ОООшки, которые примазаны города Ромастроя. Это мы сейчас про кого говорим? Мы про Дранова говорим. Про Дмитрия Дранова. У нас вот такой человек появился, который решал интересные вопросы для своих протажей и, наверное, для себя. Потом появился у нас, у нас был Мачехин, представитель Уралхима. То есть человек, мягко говоря, ничем не запомнился, кроме как бюджетным жильем за городские деньги возле Трифонового монастыря. И у нас появился господин Шульгин, который как по красной ковровой дорожке зашел в наш город и как пробка из шампанского вылетел из нашего города. Непонятно, чем запомнился и как любит выражаться наш губернатор Игорь Васильев. Схематозами какими-то занимался. Ну вот посмотрим, какие там схематозы сейчас и компетентные органы в этом разбираются. Ну подождите насчет Шульгина. Вот все-таки была оценка в том числе со стороны общественников, что не так он был и плохо, что было что-то хорошее все-таки при Илье Вячеславовиче. Мы же с вами на передаче особое мнение. Конечно, это ваше особое мнение, безусловно, да. Поэтому в этой ситуации я думаю, что человек, глава города Кирова должен быть действительно известным человеком в городе, эффективным, грамотным управленцем, имеющим бэкраунд, который способен налаживать коммуникации в наших непростых городских предприятиях, с мупами разбираться, с управляющими компаниями, решать городские вопросы, постоянно коммуницировать с общественностью, с общественными организациями, постоянно находиться в контакте со СМИ. Вот такое должен быть универсальное управление, с которого должны, на мой взгляд, я убежден в этом, должны избирать люди. Так вот эта история с выбором людей и кировчан, она все-таки насколько реальна после того, как будут внесены поправки в Конституцию? Я не знаю, насколько она реальна, но эта информация в воздухе витает. Что такое все-таки возможно. Ладно, ну я, честно говоря, не очень рассчитываю на то, что конкурс сейчас на должность главы администрации будет приостановлен. Ну, честно, я скепсис большой по этому вопросу испытываю. И вас, Алексей, хочу спросить, вы же у нас в эфире, по-моему, говорили о том, что сами собираетесь подать документы. Я собирался, я даже начал готовить пакет документов необходимый, но уточнил следующую информацию, что у меня не хватает опыта стажа работы по специальности не менее пяти лет. У меня два высших образования, историческое и экономическое. Так вот, экономическое было получено в 2018 году. Ага, а там надо именно экономическое для вас, как для человека, у которого стаж работы связан именно с управлением. В том числе, ну, это называется стаж работы по специальности. Понятно. Но преимущество отдается ГМУ, государственное муниципальное управление. Ясно. Интересно. Ладно, посмотрим, что будет у нас все-таки с конкурсом. Теперь мы к городским, наверное, событиям все-таки перейдем. До перерыва, я думаю, что парочку успеем обсудить. Во-первых, история, конечно же, с преобразованиями в мупе Кировсвет. В мупе Кировсвет. Его преобразуют в муниципальное казенное учреждение. И, собственно, как было сказано на заседании Кировской городской думы, почему одобряется вот эта вот смена статуса. Людям, кстати говоря, вообще непонятно, чем муп от МКУ отличается. А тем, что, ну, собственно, вот эта реорганизация, она в некотором смысле сбережет бюджетную копеечку. Так ли это? Вы знаете, людям не только непонятно, чем отличается МКУ от мупа, людям непонятно вообще, чем занимается Кировсвет после подписания энергосервисного контракта. Что значит, чем занимается? Подождите, подождите, подождите. У нас якобы по документам заменено 26 тысяч светильников, у которых гарантийное обязательство 7 лет. Вот скажите мне, чем должен заниматься муп Кировсвет 7 лет, если, по их мнению и как они специалисты выражались в свое время, к этим светильникам 7 лет никто не будет подходить. Вот их повесили, и 7 лет никто не будет подходить. Есть только обслуживающие организации, работающие по контракту с Ростелекома. Так вот Кировсвет нам зачем нужен? Смотреть, где перегорели лампочки, например. А почему это должен делать Кировсвет? А кто это должен делать? В качестве аргумента говорилось о том, что Кировсвет должен создавать новые линии фонарного освещения в рамках муниципального заказа. Не контракта, а заказа. Так вот, а сейчас ситуация ровным счетом наоборот. Сейчас, вот вы знаете, по Слободскому тракту, как на Новомакаревское кладбище ехать, установлены новые столбы, 184 штуки. За 16 миллионов выиграла некая ООО, которая примазана Гурэлектросети и Кировсвету. Так, слово «примазано» давайте возьмем все-таки в кавычки. На мой взгляд, да. Это особое мнение. Возьмем в кавычки, это особое мнение. Но, тем не менее, ситуация сейчас настолько интересная, что этот МУП Кировсвет не выполняет свои функции, как установщика линии фонарного освещения, не выполняет функции обслуживания, потому что 7 лет подписан энергосервис на контракт. Вот пускай Ростелекома занимается этими светильниками. Кировсвет нам зачем? Ну, а что мы сейчас разгоним Кировсвет, и через 7 лет будем снова его создавать? Ну, а почему бы и нет? А 7 лет кормить Кировсвет, муниципальное предприятие, это эффективно? Это сэкономит копеечку нашему городу? А почему кормить? Оно не зарабатывает? На чем? На чем-нибудь? Ну, вот в том-то и дело, что на чем-нибудь. У них выручка 32 миллиона рублей за прошедший год была. И в большинстве своем эти деньги из городской кубышки. То есть это просто бюджетные деньги, которые поступили в предприятие? Конечно. Спрашивается, к чему вот эти все перетрубации МУП, МКУ и так далее, и так далее. А если какие-то проблемы возникнут с энергосервисным контрактом? А какие могут быть проблемы? Ну, не знаю, лампочки начнут слишком часто перегорать. Тогда вопросы возникают к Ростелекому, как главному подписанту энергосервисного контракта. Пускай занимаются. То есть все функции по ремонту, это все можно возложить на Ростелеком абсолютно, не держа каких-то еще специалистов. Я немножко лукавлю, тем не менее, там есть линии уличного фонарного освещения, это кабельная продукция, это опоры освещения, на которые, кстати, зарабатывает Кировсвет только на опорах освещения, когда сдают в аренду нашим операторам сотовой связи для ретрансляторов, ну и для их оборудования. Ну, собственно, это и все. То есть они занимаются содержанием вот этих столбов и кабельной продукции, а светильниками пускай занимается Ростелеком. А кто же тогда будет заниматься содержанием столбов, если мы Кировсвет? Это все можно делать в рамках государственных закупок, это все можно делать в рамках государственных торгов. То есть каждый раз нанимать какую-то компанию, которая будет предоставлять свои услуги? А как живут другие города? Не во всех городах есть МУП Кировсвет. Да ладно? Да ладно, не во всех городах. Правда, что ли? Серьезно. Нет, ну МУП Кировсвет, понятно, но что-то свет, горсвет. Нет, не во всех городах и не во всех крупных городах есть такие организации. Часто города разыгрывают каждый год контракт на обслуживание и содержание сетей уличного фонарного освещения. А не будет ли тут истории такой же, как с нашими дорогами, с ремонтом дорог, когда люди, приходя на какой-то определенный участок, на очень ограниченное время, не будут заинтересованы в том, чтобы качественно делать свою работу, потому что непонятно, на следующий год они вообще на рынке еще или уже все? Я считаю, что здесь вопрос конкуренции, вопрос эффективного контроля за выполнением государственных заказов. Понятно, спасибо. Это вопрос конкуренции, и мы говорим об экономии для бюджетного, для казны, об экономии копеечки. Так вот она и экономия здесь, но никак не в сохранении Кировсвета. Спасибо Алексею Кузьмину за его особое мнение, и, возможно, после перерыва мы еще немного об освещении поговорим, а, может быть, уже перейдем к другим темам, сейчас скоординируемся. Особое мнение на 101FM Все-таки есть у меня вопрос по свету еще, по освещению городскому к Алексею Кузьмину, депутату Кировской гордумы 5-го созыва и предпринимателю. Мы говорили про то, что возможно каким-то образом переложить, там, я не знаю, ответственность за перегорающие лампочки на тех людей, которые эти лампочки в свое время установили. У вас, Алексей, недавно был пост в ВКонтакте, по-моему, или в Фейсбуке, уже не помню, по поводу энергосервисного контракта и того, что лампочки перегорают со скоростью сигареты. Не знаю, насколько точно я цитирую, что вы имели в виду. Ну, не лампочки, а светильники. Светильники, да. А со скоростью света, посмотрите на улицы, на мой взгляд, на мой взгляд, я не ходил, не считал, но мне кажется, каждый десятый светильник, новый установленный светильник уже не работает, они перегорают, и за этим никто не следит, хотя есть ГОСТовское содержание улиц, дорог и тротуаров, в котором говорится о том, что на перекрестках необходимо менять светильник в течение суток, а на остальной территории в течение трое суток. Так вот, эти светильники, они как не работали, так несколько месяцев и не работающиеся. Мы можем какой-то конкретный участок привести там в пример? Да любую улицу, возьмите любую улицу, на ней всегда есть неработающий светильник новый. На любой улице. Нет ни одной улицы, я не видел ни одной улицы, на которой 100% новых установленных, светильников работают исправно. Мало того, что они сами по себе, мягко говоря, некачественные, и никакой там 7-летней гарантии, я даже близко не могу предположить, что мог кто-то дать 7-летнюю гарантию на этот продукт, но они еще и перегорают очень быстро. И никто, как вы говорите, киросвет должен следить, никто за этим не следит, чтобы перегоревшие светильники в рамках энергосервисного контракта менялись по ГОСТу в течение нормативного времени. А мы сейчас с вами понимаем, чем меньше работает светильников, тем меньше расход электроэнергии, тем больше Ростелеком будет получать прибыль в карман. То есть Ростелеком экономит? Ростелеком сейчас это выгодно, он экономит. А люди находятся в темных зонах, попадают в ДТП, люди падают, совершаются преступления и так далее. То есть я считаю, что мало того, что весь энергосервисный контракт, он вилами на воде писаный, он проведен подковерно, поставлены некачественные, неэффективные продукты, так еще и вот здесь пытаются тут нажиться на наших с вами городских деньгах. Сберечь копеечку, что называется, да? Только не бюджетную уже. Да, насчет аварий, кстати говоря, не только из-за отсутствия освещения происходит авария, и буквально накануне появилась информация о том, что больше половины ДТП в Кирове происходит из-за плохих дорог. Об этом рассказал начальник городского УМВД Роман Сосновщенко. Всего в прошлом году, по его словам, в Кирове произошло почти 900 ДТП. Ну и, собственно говоря, анализ, как он говорит, о аварийности на дорогах, показывает, что причинный ДТП, помимо нарушения правил дорожного движения, продолжает оставаться неудовлетворительное состояние дорожной сети. И вот это на самом деле меня удивляет, потому что вроде бы у нас федеральные программы, ремонт дорог, мы видим улицы, они правда отремонтированы, мы видим с хорошим покрытием. Ну вот сейчас весна покажет, насколько оно долговременное, да, это покрытие, как долго проживет. А удивляет меня еще и другое. Те водители, которые попадают в ДТП по вине, там, не только собственной какой-то безалаберности, без ответственности, но и по вине дорожного покрытия, условно объезжал яму, там, да, не сосредоточился в этот момент, и произошло ДТП. Они почему-то, ну, как-то неактивно, мне кажется, привлекают потом к ответственности солидарные, там, в том числе городские власти. А ведь право-то они имеют подавать в суд. Все прекрасно понимают, кировчане понимают, что связаться с судебной системой и доказывать свою невиновность в ДТП, что причиной ДТП стало негачественное дорожное полотно, или яма, это крайне затруднительно, время затратно и, скорее всего, безрезультатно. Это для частника? Это для частника. А для страховой компании? Для страховой компании, для юридических лиц, я думаю, такая практика существует, она есть, у меня знакомые бывают, попадали в такие придраги и доказывали в суде, компенсировали им ущерб. Так вот, хочу привести пример. У меня несколько таких случаев было у знакомых. Так вот, на областных дорогах, там, где обслуживают Вятавтодор, где участками занимается областное предприятие, в судах мои товарищи выигрывали, им компенсировали из областной кубышки. А вот в городских условиях, там, где обслуживают Гордор-Мострой, таких прецедентов у моих знакомых не было. Они в суде проигрывали. О чем нам это говорит? Ну, нам говорит о том, что у нас либо юристы хорошие в Кировском Гордор-Мострое, либо еще какие-то факторы. Но, тем не менее, я считаю, что не только качество дорожного полотна, но и качество дорожной инфраструктуры. Вот, буквально недавно вернулся из Москвы, ездил на автомобиле. Зимой и летом, в любое время года, есть разметка на полосах дорожного движения. Есть разметка. Пожалуйста, стрелки вправо повернуть, влево повернуть. То есть, все опознавательные знаки есть, разметка есть. Движение быстрое, интенсивное, но ДТП мало. То есть, машин в тысячи раз больше, движение интенсивное, скорость выше, а ДТП меньше. Почему это? Потому что в Кирове нет разметки. Разметка появилась на две недели, она пропала, и машины двигаются по городу хаотично, перестраиваются хаотично, не знают, где сплошная, где двойная, где одинарная. Может, у нас просто ездить не умеют, Алексей? Да причем здесь не умеют? Ну, не дураки же у нас в Кирове живут. Люди не только права покупают, но и все-таки ездить умеют, и стаж водительский имеют. Но, тем не менее, если нет дорожной разметки, если нет качественной инфраструктуры, если светофор находится через каждое 35-50 метров, где невозможно вообще организовать полноценное дорожное движение, то о какой культуре речи мы можем с вами говорить? Естественно, будет много ДТП. Можем ли мы предполагать, что после вот этого вот заявления представителей МВД количество людей, которые, попав в аварию по вине там ямы какой-то на дороге или еще по какой-то причине именно связанной с некачественным дорожным покрытием, эти люди обращаются в суд, этих людей будет больше? Конечно, хотелось бы в это верить. Все-таки правовая сознательность у людей у нас должна быть, и они не должны бояться судебной системы, и не должны бояться нашей кировской бюрократии, тем более она, мягко говоря, не очень активная. Хорошо. Еще про транспорт поговорим, но теперь про общественный транспорт поговорим. Ну вот фактически со вчерашнего дня принято решение о том, что пересадочный тариф, который вводился в феврале как эксперимент, в нашем городе будет внедрен на постоянной основе. Я напомню, это специальные карточки, которые можно покупать, класть на них деньги, и, пользуясь этой картой, если ты в течение получаса делаешь одну пересадку, платить за две поездки значительно меньше, чем если оплачивать каждую поездку по отдельности. Ну и, соответственно, в течение 45 минут пересадка подразумевает 62 рубля оплату в течение 30-34. Мэрия заявляет о том, что прижился эксперимент, и теперь он будет внедрен на постоянной основе. Прижился эксперимент означает, что 63 таких карточки было куплено за месяц. Вот я об этом говорю, да. То есть мы сейчас с вами говорим о той инициативе, которая на сегодняшний день не работает в Кировской области, она используется в штучных экземплярах, и говорить о том, успешен этот эксперимент или не успешен, я думаю, преждевременно. Сама инициатива, затея, она хорошая. Во многих крупных городах такая практика существует, пересадочные талоны есть, и во многих зарубежных городах и столицах такая практика существует, но она все-таки должна быть доработана, додумана, опытным путем доведена до совершенства. То, что сегодня 63 карточки проданы, мне кажется, об этом даже нет смысла время тратить. То есть это смешные цифры? Это совершенно нет смысла обсуждать. А как стимулировать кировчан покупать больше? Вопрос, во-первых, опять же, в транспортной инфраструктуре необходимо информационно людям об этом рассказывать, показывать на остановочных павильонах, вывешать дополнительные расписания на остановочных павильонах, электронные расписания эти делать, чтобы они были наглядные и изменяемые онлайн в том числе. Поэтому пока не доведена инфраструктура общественного транспорта до совершенства, такие инициативы, они могут быть, мне кажется, только голословными. Мне еще, кажется, тут важная история. Это история с тем, где можно купить такие карточки. То есть если мы говорим, например, о Москве, практически на любой станции метро в кассе ты покупаешь эту карту «Тройка» и можешь положить на нее деньги, в том числе и дистанционно ты можешь положить на нее деньги. Если тебе за этой карточкой надо куда-то там идти, в какое-то конкретное место... Чуть-чуть не в кабинете, а в городской администрации. То это, конечно, сложно. Далеко не каждый найдет время для того, чтобы туда сходить. Остается у нас еще пять минут и еще одна тема, Алексей. Я бы хотела спросить вас вот о чем. Новый коневский рынок. Та история, которая была, да, то есть уличную вот эту вот торговлю все свернули. Мы помним, тогда это тоже было со скандалами. То есть люди, которые лишались своих торговых мест, не понимали, куда вообще им со своим бизнесом податься. Ну, особенно учитывая, что у нас декларирована поддержка малого бизнеса. На деле все происходит немножко странно. Картиночки выложены уже в Авито. Можно посмотреть, как это будет выглядеть, этот торговый павильон. И у меня, на самом деле, от этих картинок ощущение двойственное. С одной стороны, это, конечно, выглядит более цивилизованно, чем уличная торговля. С другой стороны, мне это почему-то напоминает эко-ярмарку на улице Щерса. И вот у меня есть опасения большие. Не будет ли это очередной пустой ангар, в котором не так много посетителей? Ну, на самом деле, вот эта инициатива с преображением коневского рынка, я считаю, что она правильная. Рано или поздно к этому должно было время подвести. Те картинки, которые мы видели, те проекты, которые мы видели, мне кажется, они заслуживают внимания, они красивые, симпатичные. Там приятно покупать товары, услуги, продукты питания. Мне кажется, это современный подход под крышей, с хорошим освещением, с хорошими подъездными путями, с парковочными местами и так далее, и так далее. То балаган, который творился несколько лет на этом месте, я считаю, что это правильно, что такое заведение закрылось, несмотря на протесты торговцев. Я думаю, рано или поздно торговцы получат свои арендные площади и в стенах этого рынка, или, может быть, найдут другие интересные коммерческие площадки. Да, вопрос только в том, сколько это будет стоить им, потому что мы же понимаем прекрасно, что стоимость аренды, она закладывается в стоимость продукта, а стоимость продукта опять напрямую влияет на то, какая будет проходимость. Но если вы мне скажете, что рыночные торговцы, что на центральном рынке, что на коневском рынке продавали свою продукцию крайне дешево и действительно по карману... Мне слово «торговцы» не очень нравится, давайте я скажу «продавцы». По карману нашим кировчанам, то мне кажется, что... Это не так? Вы будете ошибаться, это не так. Эти цены приравнены к любому магазину, который находится в коммерческой площади. Ну, это мое особое мнение. Я считаю, что эти рынки уже давно изжили себя, рано или поздно это должно было случиться. И коневский рынок, если он преобразится в таком формате, будет выглядеть так. Ну, почему эко-ярмарка? Ну, нам никогда не лишний подобный объект. И тем более это район другой. Понятно. Хорошо, ладно, будем смотреть. Коневский рынок открывается достаточно скоро. Будет возможность у всех кировчан оценить, как это будет выглядеть. Еще у нас три минуты остается. Еще одну тему хочу Алексея попросить прокомментировать. Значит, Макс Копылов, это кировчанин, который сейчас живет в Москве, довольно активно пишет в Фейсбуке, достаточно активно комментирует какие-то вещи, связанные с градостроительными инициативами и с инициативами по спасению или не спасению каких-то исторических зданий в нашем городе. Выложил не так давно очередной пост у себя. Пусть касается предложения по спасению так называемой приказной, там, приказной избы, бывшего пятийного дома. Мы все видим, в каком состоянии сейчас находится этот памятник архитектуры. Мы эту тему поднимали неоднократно. И неоднократно появлялись комментарии о том, что, ну, бюджетные деньги не способны спасти его, да. И вот предложение отдайте, пожалуйста, в частные руки это здание, реорганизуйте его каким-то образом, да. Можно открыть там какое-то, не знаю, там тоже кафе, еще что-то. И я вспоминаю наш эфир «Разворотный бизнес», где предприниматели нам говорили, что брать исторические объекты в аренду невыгодно, даже по цене рубль за метр. Потому что слишком много бюрократии, слишком много согласований, все ремонты, которые проводятся в таких зданиях, они проходят через кучу каких-то проверок. Насколько реальна эта история? Ну, здесь сприказной избой полка о двух концах. Во-первых, я предложение это поддерживаю, чтобы отдать в аренду, пускай там за один рубль это заведение и превратить из него магазин, музей, кафе, ресторан, все что угодно. А желающие найдутся? Коммерческие площади, условно говоря, позволяют. И место достаточно приятное и симпатичное. Желающие, я думаю, найдутся. У нас есть примеры в городе Кирове, когда под подобным схемом работали. Это здание рядом с театром юного зрителя. Адрес счастья. Да, да. Это здание на Спасской, где куркума-кафе. Значит, такие примеры существуют. В Москве таких примеров масса. Я думаю, бизнес тоже подтянется и найдет. А другой конец палки, это то, что Министерство культуры Кировской области не может найти средства на реорганизацию, на капитальный ремонт этого здания. Это, если честно, позор нашим областным властям, что настолько значимый для города, для области объект не находится средств даже поддерживать его в более-менее приемлемом состоянии. И когда мне говорят о том, что в бюджете денег нет, вспоминайте, пожалуйста, что сегодня «Газпром» сделал скидку Болгарии в 40% на газ. Вот вы мне говорите, что денег нет, а мы тут скидки всем раздаем на лево и на право. Значит, все-таки деньги у нас есть. Но в федеральном бюджете они вместны. Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва. На этом «Особое мнение» завершается. Алексей, благодарю всем. До свидания. До свидания.